Всем привет! Вы на канале Чаплин Коллектор и сегодня мы с вами будем начинать готовиться к новому году и ловить праздничное настроение. А все почему? Потому что на прилагах уже появились новогодние киндеры. В этом году обложки у них очень необычные, они намного крупнее, чем мы привыкли. Обложек в этот раз шесть, но, к сожалению, я забирала из магазина последнюю палетку и поэтому покажу вам всего пять обложек. И еще одна радостная новость. В этом году в новогодних киндерах будут попадаться только коллекционные игрушки и их как-то очень много, около 11 штук. Ну и давайте уже заканчивать с теоретической частью и начинать открывать. Ну что, давайте начинать. Будем рассматривать наши новые красивые обложки и смотрите, как она теперь выглядит. Тут у нас надпись киндер сюрприз значительно съехала вниз и сильно уменьшили вот это вот красное поле с капелькой. Большую часть обложки занимает у нас картинка со снеговиком. Маркировка яиц у нас от 22 сентября. Ну и давайте открывать первую игрушку и смотреть на серию. Итак, у нас оранжевая капсула. Собственно, как я и говорила, тут все игрушки будут из основной серии. Так, она попадается пингвинчик. Ну и давайте смотреть на вкладыш. Смотрите, как у нас тут много игрушек нарисовано. Их у нас здесь 11 штук, собственно, как я и предполагала. Из них у нас 8 это основных игрушек, то есть фигурок и 3 дополнительных. Это у нас такая имитация новогодних шариков на елку. Ну и давайте смотреть на саму фигурку и уже разбираться с деталями. И у нас попадается пингвин. И смотрите, во-первых, игрушку можно подвесить на веревочке на елку. Ну, собственно, как и все игрушки из новогодней серии обычно. И также в качестве подарка пингвиненку в руку вкладывается деталька. Собственно, как и всем фигуркам из этой серии, собрав которые, все вместе можно сделать браслетик. И некоторые детальки, как я поняла, еще светятся в темноте. Ну и давайте смотреть на саму фигурку. Вот так выглядит наш пингвиненок. Он у нас в новогодней шапочке. Фигурка у нас без каких-либо прорезей и так далее. Что очень радует, потому что в последнее время на новогодних фигурках есть либо какие-нибудь крепления, чтобы на прищепку закрепить, либо на спине какие-то крепления, чтобы прицепить, в общем, что-нибудь. Тут у нас единственное это вот это вот отверстие в колпачке, которое смотрится достаточно гармонично. Что я хочу сказать, что эти фигурки можно собирать и ставить на полочку и не думать, что что-то там лишнее торчит у него, типа вот крепление на спине и так далее. То есть это полноценные игровые фигурки, коллекционные, без каких-либо лишних деталей. Вот так выглядит деталька, прилагаемая для браслета. Такого принципа браслеты у нас часто бывают в киндерах. То есть они закрепляются и вот это, я так понимаю, светится в темноте. Деталька она такого светло-оранжевого цвета с тиснением колокольчиков на бантике. И вот так вот эта деталька у нас закрепляется в руку в пингвинчику, то есть как будто он несет некий подарок для нас. Ну и собственно прилагается вот такая вот классическая веревочка. Давайте поставим, будем смотреть, какие фигурки нам еще попадутся. И кстати, небольшая пометка, вот если вот так вот закрепить ему детальку, то пингвинчик у нас не стоит. Возможно, как-то по-другому ее можно закрепить, так, чтобы он хорошо стоял. Поэтому я пока ее откреплю. Ну и давайте открывать следующее яйцо. Здесь у нас изображена белочка в колпачке Деда Мороза. Собственно, все у нас персонажи будут изображены в колпачках Деда Мороза. Также надпись съехавшая. И вот такая вот красотка у нас белочка. Везде на всех обложках также есть такие вот звездочки. Давайте открывать следующую игрушку. И да, обычно у всех новогодних яиц присутствует вот такая вот петелька, чтобы можно было это яйцо повесить в качестве игрушки на елку. Сделать приятно вашему ребенку. Так, ну и давайте смотреть, кто у нас здесь. Так, и это у нас новая фигурка. Итак, лицевая сторона вкладыша от второй фигурки также ничем не отличается. И смотрим, кто нам попался. Нам попался лисенок. И тут, собственно, рассматривать на вкладыши нечего, поэтому давайте смотреть уже на саму фигурку. Лисенок у нас вот такой. Вот, по-моему, очень замечательная фигурка. И вообще мне эта новогодняя серия нравится намного больше нескольких предыдущих серий, потому что фигурки были достаточно однообразные и примитивные. Ну и опять-таки с какими-то видами креплений. Здесь же фигурки красочные и выполнены из приятного пластика, не супер облегченного, как, например, игрушки из суперсемейки. А глянцевые и очень детализированные, хорошо прокрашенные. Ну, точнее, они не прокрашенные, у них просто пластик разного цвета. Вот такой вот лисенок. Веревочка ему крепится куда-то под хвостик, я так понимаю, потому что здесь можно ее всунуть. То есть, тут даже нет специальной какой-то дырочки. По-моему, это очень классно, когда нет на фигурке каких-то лишних отверстий. А подарок, собственно, у нас вот такой вот. Он тоже оранжевый, но больше в розовый отдается. К сожалению, камера у меня не передает корректно цвет данного подарка, но цвет отличается. Также она из такого полупрозрачного пластика, возможно, тоже светится в темноте или меняет цвет на солнце. И тут у нас уже изображен бантик. И давайте попробуем соединить обе детальки. Будем собирать постепенно браслетик. И вот, видите, они совершенно разного цвета. Так, только я кверху ногами сейчас прикрепила. Вот так вот будет лучше. Будем собирать вот этот вот браслетик. Посмотрим, какой он получится у нас в конце видео. Ну и, собственно, веревочка. Так, и пока у нас две фигурки. Давайте открывать следующее яйцо. Это у нас будет новая обложка. Таких обложек у меня почему-то попалось больше всего. Тут у нас волк. Такой подозрительной, милой улыбкой. Тоже в колпачке, который сливается с красным фоном. Почему у киндера в последнее время такая любовь к чему-то сливающемуся, мне непонятно. Ну и давайте открывать. Опять оранжевая капсула. И так, и у нас первый повтор. Это у нас опять-таки пингвинчик, так что доставать мы его не будем. И будем переходить к следующему яйцу. Это у нас снеговик. Снеговика мы уже с вами разглядывали, так что давайте скорее открывать яйцо. Так, и здесь у нас опять оранжевая капсула. Какой кошмар. Так, и нам попался шарик. Шариков мы еще с вами не видели. И мне попалось целых два предупреждения. Так, лицевая сторона вкладышей не отличается. Кладыш, кстати, тоже глянцевый. Не сделали там матовый или еще из какой-нибудь другой не очень хорошей бумаги. И смотрим, как выглядит у нас сборка этого мячика. Такие мячики несколько лет назад часто попадались в киндер-сюрпризах обычных в сборке. Там было их серии 4, наверное. Там две для девочек, для мальчиков несколько серий. Они очень поднадоели в свое время эти мячики. Но тут мячик у нас немножко отличается от старых мячиков. И тут добавили новую фишку, что вставляешь туда картоночку и как бы там уже внутри есть какая-то картинка. Ну и давайте собирать сам мячик. Давайте сначала рассмотрим картинки, которые прилагаются к этому мячику. Тут, видите, такой Дедушка Мороз лезет в трубу и Мишка Белый. И, кстати, вот эти елочки, они шершавые и они светятся в темноте. Картинка с двух сторон одинаковая. И вторая картинка, где Мишка то ли достать пытается Деда Мороза из трубы, либо он просто его держит, чтобы он туда не свалился. Тоже елочки светятся. И вот так вот эти детальки соединяются вместе. И как-то это должно работать. Возможно, когда мячик крутится, тут что-то будет более понятное. То есть какой-то принцип мультика здесь, я так полагаю, должен использоваться. Но как это конкретно работает, я пока не поняла. Ну и собрала я целиком этот мячик. И чем он отличается от тех мячиков, которые попадались раньше в сборке, то тут все детальки у нас одинаковой формы. То есть раньше у нас они были разного цвета. И вот этот вот рисунок, тут видите, от овал такое отверстие. Рисунок был разный. То есть там какие-то завитушки, кренделюшки. Здесь же у нас просто везде одинаковая деталька, просто размноженная в нескольких экземплярах. И вот сюда вставляется картинка. То есть вот такой вот типа новогодний шарик. Ну и, естественно, к нему прилагается вот такая вот веревочка. И давайте открывать следующее яйцо. Здесь у нас изображена белочка. Давайте ее открывать. И, кстати, вот эти вот яйца с новогодней, с вот этой вот отверстием для веревочки, открывать немножко сложнее. Точнее, так, чтобы не порвать фольгу. Их немного сложнее открыть. И давайте смотреть, кто нам попадет. Так, и нам попался, по-моему, снеговик. Да. Вкладыш со всей серии. Вот он у нас, снеговичок со снежинкой. И, кстати, видите, на вкладыше фигурки нарисованы с подарочками такими. То есть не с частями браслетиков именно, а именно с такими как бы фигурками. Что, мне кажется, прикольнее, нежели то, что есть на самом деле. Нежели вот эти вот детали браслетика. То есть там у нас нарисовано, что снеговик держит снежинку, а тут у нас снежинка вот в форме запчасти от браслета. Ну, тут то же самое, собственно, снеговик, деталька, то, что солнышко. И давайте смотреть на фигурку. Так выглядит наш снеговичок. И самое классное, мне кажется, в этом снеговичке, это его шляпа. Она черно-красная. Вот так выглядит снеговик с обратной стороны. То есть вполне полноценная фигурка, которую можно и очень красиво поставить на полочку. Ну, а вот так вот выглядит частичка браслетика. Давайте соединим их. То есть пока у нас попадаются детальки браслетик разных цветов. Мне почему-то казалось, что там у многих повторяются цвета этих деталей, но пока нам попадаются разные. Ну и давайте поставим нашего снеговичка. По-моему, прелестная компания у нас собирается. Так, и у нас остается еще один киндер, и мы откроем ровно половину палетки. Надеюсь, здесь у нас попадется не повтор. Обложка у нас уже повторная. Волка мы с вами уже разглядывали. И здесь у нас опять-таки оранжевая капсула. Для тех, кто сомневался, достаточно непривычно, что новогодние яйца у нас идут без сборки. И здесь у нас новая фигурка. Так, и новая фигурка, вкладыш. Лицевая сторона ничем не отличается. Единственное, что то ли я шоколада много трогала, либо этот вкладыш более матовый, нежели все остальные. На ощупь бумага немного отличается, мне кажется. И вот так вот выглядит наш олененок, который нам попался. Также вкладыш ничем не отличается, собственно, как и у всех новогодних игрушек за последние два года, по крайней мере. Хотя несколько лет назад, наверное, года три или четыре назад были игрушки с разными функциями, как помощники, там, завивать подарки, что-то отрезать, ставить печать и так далее. Ну и давайте смотреть на игрушку. И вот такой вот прелестный, прелестный олень у нас попадается. И он очень модный, потому что он в бандане. И смотрите, какие у него классные копыта, рога, хвостик. Фигурка вообще очень классная и очень не похожа на фигурки прошлых лет. То есть там были олени такие более мультяшные, а тут он такой более взрослый. Не совсем такой малыш, а такой взрослый олень. И вот его деталька для браслетика. Тут у нас изображены сани. И эта деталька точно такого же цвета, как и деталька от пингвиненка. Это, конечно, меня расстраивает. Почему нельзя было сделать больше разноцветных деталей. И мы ее прикрепим вот здесь вот сбоку, чтобы она не сливалась с предыдущей деталькой, колокольчиком. И вот такой вот браслетик у нас пока получается. То есть у нас в коллекции уже 4 фигурки плюс шарик. И давайте открывать следующее яйцо. Здесь у нас будет новая обложка. У нас тут изображена сова. Сова вообще одни из самых милых игрушек в киндер сюрпризе обычно. Кстати, я не посмотрела, есть ли в этой серии сова или нет. Но на обложке она определенно милая. И давайте смотреть, кто здесь. Так, оранжевая капсула. И так, и здесь у нас, по-моему, опять повтор пингвиненок. Да, что-то меня расстраивает уже пингвиненок. Слишком он нам часто попадается. И давайте пока рассмотрим новую обложку. Это Мишка. Мишка тоже в колпачке Деда Мороза. И у него красный свитер, смотрите. И он на фоне красивого ночного звездного неба. Единственное, что вот эта вот травка меня смущает на всех обложках, потому что она какая-то очень летняя. Так, и следующее яйцо. Надеюсь, будет новая фигурка. Так, но нет, нам попадается еще один шарик. Игрушки меня начинают расстраивать, потому что стало очень много повторов, хотя еще достаточно много фигурок, которых нам не хватает. Так, следующее яйцо с волком. Волка, кстати, у нас еще нету. А он наверняка есть в этой серии. Так, и нам попадается Мишка. Мишка очень классный. Так, давайте смотреть на вкладыш, и заодно посмотрим, есть ли тут сова. Ну, к сожалению, совы в этот раз я не вижу. И это очень жалко, но нам попался вот этот вот белый замечательный Мишка. Давайте смотреть. И вот так вот выглядит вкладыш с обратной стороны. Мишку тоже сделали достаточно взрослого. Намного взрослее, чем они были раньше. Единственное, что он достаточно скучный по цветам, то есть нету каких-то разноцветных деталей, за исключением вот этого вот красного шарфика. Но все равно фигурка просто замечательная. И еще один минус, что тут деталька для браслетика точно такого же оранжевого цвета. У нас уже три детальки такого цвета. Единственное, что здесь у нас изображена падающая звезда. И давайте присоединять деталь. Вот так выглядит наш браслетик. И нам приходится, смотрите, присоединять еще одну оранжевую детальку. Мне кажется, надо было сделать хотя бы четыре разных цвета, чтобы они дублировались в двух экземплярах. Здесь уже получается у нас мало цветов, наверное, будет. Наверное, три цвета. Я бы сделала цвета немного ярче и более разнообразными. Так, и у нас осталось всего три яйца. И хотелось бы, чтобы там не было повторов. Хотя бы мячики, чтобы нам не попадались повторные, а попадались новые. Так, и здесь у нас серийная игрушка. Яйцо у нас было с белочкой. И давайте смотреть. Так, и нам попадается золотой шарик. Давайте посмотрим, чем он отличается от красного. Вот так у нас выглядит лицевая сторона вкладыша. И вот так выглядит обратная сторона вкладыша. Я так понимаю, что мячики отличаются у нас цветом пластика, соответственно. И картинка здесь должна отличаться. Сейчас посмотрим на картинку. И здесь у нас получается вот такая вот картинка. Олень, съезжающий на санках с горы. И белочка, которая застряла в сугробе. И здесь она проваливается под лед. Опять-таки, тут у нас звездочки и луна светятся. Картинки одинаковые с двух сторон. Ну и детали мячика у нас ничем не отличаются. Если, кстати, кто не знает, как их соединять между друг другом, то вот в это вот отверстие вставляется и они соединяются. Мячики я собирать не буду, потому что он ничем не отличается от предыдущего. Ладно, я все-таки собрала мячик. Почему-то мне захотелось это сделать. Даже не для того, чтобы посмотреть на сам мячик, чтобы он на фоне красиво лежал. Ну, вот так вот выглядит мячик. Так что особо тут разглядывать, конечно, нечего. Но зато на фоне у нас будет лежать теперь собранный. Ну и у нас осталось всего два яйца. И давайте скрестим пальцы, чтобы нам там попались новые фигурки. Очень хочу посмотреть на девочку из этой серии. И давайте, кто у нас здесь. Так, и у нас здесь Дедушка Мороз. Ура! У нас новая фигурка. Синяя деталька к ней прилагается. И давайте смотреть. Так, и вкладыш, кстати, тоже опять более матовый, чем у предыдущих игрушек. И вот так вот выглядит у нас обратная сторона вкладыша. И Дедушка Мороз у нас очень забавный. Давайте смотреть на него. Смотрите, какой веселый у нас Санта Клаус. У него такие классные оттопыренные уши, которые торчат из-под шапки. И борода просто лопатой. И давайте смотреть, какой он у нас с обратной стороны. Такой вот в колпачке. И будет у нас держать вот такой вот, типа, подарок. Точнее, детальку голубого цвета. Вот такой вот красавец. Очень классная фигурка. И брови у нее, кстати, расположены на шапке. Так, и давайте соединим браслетик. Вот такой у нас длинный браслетик получился уже из шести деталей. Собственно, нам не хватает еще двух деталей. Соответственно, и двух фигурок. А если в целом, то нам не хватает трех игрушек из этой серии. И у нас всего осталось одно яйцо. И вот оно, последнее яйцо с волком. И я очень надеюсь, что нам попадется новая игрушка. Потому что, ну, я не хочу много повторов. И хотелось бы, конечно, чтобы это была фигурка, а не мячик. Потому что мячики, ну, они не такие прикольные, как фигурки. И это так скорее довесок к серии. Но нам попался опять пингвинчик. То есть, это самая частая фигурка, наверное, на данный момент. Ну и давайте подводить итоги. Смотрите, какой классный у нас сегодня улов. Мы с вами выловили шесть фигурок, два шарика. То есть, нам не хватает еще двух фигурок и одного шарика. То есть, мы с вами собрали достаточно хорошую часть коллекции. И, кстати, пишите в комментариях, нравится ли вам, что в этом году новогодние яйца у нас идут без сборки. Или нет. Потому что в сборке тоже, согласитесь, бывают классные игрушки. Тем более, у нас новая сборка до сих пор не пошла. Я думаю, что она пойдет совсем скоро в отдельных белых яйцах. И вообще, мне кажется, настали хорошие времена для тех, кто часто ныл, что покупаешь киндер, на нем нарисована какая-нибудь прикольная серия, а попадается какая-нибудь фигня. Потому что сейчас большинство киндеров у нас идет либо с очень маленьким количеством сборки, либо вообще без сборки. Меня это особенно радует в джоях. Ну и на этом будем заканчивать. Но это еще не последнее видео про новогодние киндеры, потому что еще будут новогодние джои, еще будут макси, мега-макси. Поэтому ждите новых выпусков. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях свое мнение обо всем. То есть, об игрушках, о сборке и вообще о нынешней ситуации в стране. Что касается киндер-сюрприза, не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать о новых видео. Поддержите меня лайком и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok